Здравствуйте! Это «Право на маму». Вот уже несколько месяцев наша съемочная группа не может попасть ни в одно государственное учреждение из-за карантина. Поэтому мы не можем показать вам новых малышей, которым нужна семья. И мы подумали, что же делать? Неужели закрыть наш проект на это время? Наверное, мы не имеем на это права. Тем более, что некоторые герои наших программ так и не встретились со своими родителями. Может быть, именно тогда мама или папа пропустили нашу передачу, и мы решили еще раз рассказать вам о тех детях, которые ждут семью. Матвей почти все время проводит один, лежа в кроватке. Как говорят сотрудники дома ребенка, сейчас он в основном спит и кушает. На руки его берут только, чтобы покормить, поменять памперс или дать лекарства. А ведь у малыша сейчас самый познавательный возраст – 7 месяцев. Он достаточно спокойный. Плакать начинает только тогда, когда возникают жизненно важные потребности. Это кушать, пить и, соответственно, поменять подгузник. Все остальное время он спит и ест. Как вы сегодня уже видели, на звук погремушки он затихает. Да, Матвейка познает мир, лежа в своей кроватке. Что уж он там видит, вот в таком положении, не знаю. Но то, что наш оператор Коля его заинтересовал, это точно. А еще, лично меня Матвейка очень крепко схватил за палец. А давай палец мой возьмешь. Ой, молодец. Ой, какой молодец, как сжимает-то. Ой, ладушки, ладушки, да. Но, конечно, больше всего на свете Матвею нравится, когда его берут на ручки. Да, поговори с нами. Поговори. Поговори с нами, Матвей. Поговори немножко. Да, погули. Да, как Матвей гулит у нас? Как Матвей гулит? Может быть, улыбнешься нам сегодня? Нет? Не хочешь? Да, вот так вот. Матвей, правда, очень старался. И на животе полежал, и по гремушку послушал, и голову поднял, и лежа на спине внимательно следил за всем, что происходит вокруг. Но самое главное, знаете что? Когда Наталья Алексеевна после получаса игр и ношения на ручках положила Матвейку снова в кроватку, он расстроился. Так по-настоящему, по-детски искренне скуксился и даже начал плакать. Конечно, ведь на ручках лучше, теплее и интереснее, чем просто в кроватке. Я пообещала Матвейке, что поищу ему маму. Мы тебе маму поищем, ладно, солнышко? Да, давай мы маму тебе поищем, чтобы была. Ведь мама – это так важно. Важно в любом возрасте. Но вот в таком, когда ты еще совсем беспомощен и полностью зависишь от взрослого, без мамы совсем невыносимо. Право на маму есть у каждого, независимо от пола, возраста, национальности и состояния здоровья. В этом убеждены сотрудники телеканала «Самара ГИС», где вот уже более восьми лет выходит программа, которая помогает детям-сиротам обрести родителей. Единственный шанс сделать одинокого ребенка счастливым – это найти ему новую семью. И мы это можем. И делаем это вместе. Проект «Право на маму» – это действительно отдушина для журналистов, которые работают на нашем канале, для всего творческого коллектива. И пока мы здесь собраны вместе, этот проект будет продолжаться. Я сама мама ребенка-инвалида. И я знаю, как важно для таких детей, чтобы рядом с ними были те, кому они нужны. Тогда они начинают развиваться и делают то, что, казалось бы, просто невозможно. Снимая каждого такого ребенка, я снимаю его сердцем. А потом текст о нем я тоже пишу сердцем. Мир Ксюши – тишина. Во всяком случае, воспитатели говорят, что девочка ничего не слышит. Все 9 лет она живет в звуковом вакууме. История Ксюши трагична. Она родилась в благополучной семье, но ее родители оказались не готовы к тому, что у девочки не оказалось ушко и глазика. Поэтому отдали ее в дом ребенка и отказались. Но если вы увидите ее впервые, то ни за что не догадаетесь, что Ксюша не слышит. Как это произошло и с нами в мае прошлого года. Именно тогда мы познакомились с ней впервые. Ксюша привлекла наше внимание своим спокойствием и красотой. И интересом ко всему происходящему. Вот уже три года у нее есть свой собственный учитель, который говорит, что за это время у Ксюши наметились большие успехи. Ксюша, она вообще девочка спокойная. И она очень принимает, она хочет обучаться. На самом деле в ней это есть. Все, что она делает, она делает по подражанию. Но Ксюша не только подражает. Например, она отказалась просто складывать с конструктор. А сначала решила поиграть в него. А чуть позже снова сама уже начала складывать его обратно. И самостоятельно поставила коробку с конструктором на место. И такая аккуратность – отличительная черта Ксюши. Руки моет. Очень ест она аккуратно. Вот. Сама Ильичка она умывает. Мне очень нравится в последнее время, как она… Это колготки. Вот идет даже с улицы, например, после школы. Идем, и она поднимается. И она подтягивает сама колготки себе. На полу, если она вдруг видит какое-то мизерное… Что-то валяется, маленькое такое, да, не хочу… Она обязательно его поднимет. В первые минуты съемок Ксюша с опаской, а потом и с интересом, посматривала на нашего оператора. Особенно ее заинтересовал яркий свет на камере. А чуть позже она уже с удовольствием играла с нашим Колей. Бери еще, Кобик, бери. Еще бери, бери еще. Вот, бери. Вот, бери. Она замечательно собирает лото. Она замечательна, например, по подражанию геометрические фигуры. Выкладываем треугольники, квадраты, прямоугольники. И она берет из общей кучи вот этих вот геометрических фигур именно те, которые необходимо положить друг на дружку в стопочку. Но, конечно, самое главное, что вдохновляет ее педагога – это желание учиться и познавать. Ну, вообще, в принципе, она молодец. Я обожаю этого ребенка. И ее умение схватывать вот информацию, которую ей предлагают, за ее желание адаптироваться вот в этом мире. А еще воспитатели и особенно педагог уверены, что у Ксюши сохранный интеллект. И лишь потому, что всю жизнь она живет в государственных учреждениях, где нет столько индивидуального внимания, она, конечно, умеет далеко не все, что в ее возрасте умеют домашние дети, пусть и с проблемами по слухам. А между тем, заболевания Ксюши прекрасно оперируются в России. И сейчас у девочки тот возраст, когда ей можно смоделировать и ушко, и слуховой проход, и научить ее слышать этот мир. Но сделать это могут только те, кому не безразлична судьба девочки. Нам очень хочется надеяться, что именно сегодня будущие мамы и папы Матвейки и Ксюши оказались у экрана телевизора и, наконец-то, увидели в своих будущих дочку и сыночка. Это была программа «Право на маму». До встречи на телеканале «Самаргиз». Программа создана при поддержке благотворительного фонда «Евита». Субтитры создавал DimaTorzok